Всем привет дорогие друзья, с вами снова как всегда Дэн Хай, и сегодня мы будем играть в World of Fishers. Сегодня я с вами половлю рыбку такую, как лещ обыкновенный. Можно так сказать, что он будет у нас без прилова брать, ну, может быть для каких-то заданий как-то пойдет, может быть еще что-то, не знаю точно. Ну, просто показать, как леща обыкновенный без прилова поймать. Конечно же, есть такая медаль, как лещ на мотыля, ну, или что-то в этом духе, сейчас покажу. Медаль леща, вот. Выловите 100 лещей обыкновенной на наживку мотыли. Здесь вот все это на наживку мотыль идет, конечно же, это в плюс нам не будет идти, потому что, может быть, какую-то локацию нужно подбирать, чтобы на мотыля как-то ловить без прилова леща. Ну, потому что многие локации, просто на мотыля будете ловить, у вас будет перебивать, конечно же, другая рыба, там, плотва, окунь и все тому подобное. И, естественно, мы будем сегодня ловить леща без прилова, а без прилова самая хорошая наживка – это макароны. Самая такая вообще наилучшая наживка для леща. Ну, удочку мы будем с вами использовать, сборочку на 75 килограммов. Биг Ген – это у нас будет колокольчик, у нас больше других, по-моему, нет. Ну, есть два других, но они бессмысленные, это лучше, по сути, у меня их даже целых два. Ну, и, естественно, наживочка – макароны. Локация у нас, ребятки, рыбная ферма, плюс к тому же лещовый залив. Почему он лещовый, точно не знаю, но, наверное, тут очень много леща. Есть такие тут точки именно глубокие. Самые глубокие, они более неровные. Это такие места, где лещ хорошо, в принципе, обитает, но плохо берёт. Потому что, ну, лещ всё-таки один, и в ямах он трудно берёт. Нужно выбирать более ровную поверхность. Вот где камыши идут, там более везде ровная поверхность. Вот сейчас неровная была. Вот сейчас вот ровная. Вот она, ровная поверхность по холотику показана. Здесь лещ гораздо лучше берёт. Это раз. Два вообще, почему на макароны будет редкий клёв идти? Где-то идёт в 20-30 игрового времени одна поклёвочка. Почему так редко? Потому что макароны, получается, ну, лещ обыкновенный только один берёт. То есть шансы, ну, рыб мало. То есть реже намного будет клевать. Дальше прикормки, получается, нет. Если сейчас использовать прикормку, поклёвка будет происходить гораздо чаще. Ну, это любой рыбы, допустим. Два. У нас нету випа. Если ещё випа, то поклёвки будут, наверное, происходить каждые 5-10 игрового времени. То есть прямо нужно, наверное, использовать какую-то крутую прикормочку и випа. Ну, и лещ будет хорошо идти без привова. Вот так вот быстро его можно будет поймать. Ну, а так, если просто вот так на макароны ловить, поклёвки будут происходить 20-30 игрового времени. То есть очень редко. Ну, вообще, вот сколько сижу здесь, ловлю уже вообще. То есть, ну, бывает, по утрам, конечно, трофеи попадаются, но в основном трофеи идут с вечера и ночью всё идут, попадаются. Ну, не часто прямо, но попадаются. Вот если взять с утра и до вечера сидеть игрового времени, то есть, ну, прям вообще трофеи очень редко идут. Ну, попадаются обычно вот такие 1.500, 1.200, 2.500, ну, небольшие такие. А если вот взять вот вечер, вот я это вечер половил где-то, сейчас скажу, с 9 вечера игрового времени по... Ну, по 12 ночи, по-моему, если я не ошибаюсь, что-то в этом духе было. Вот такие все лещи попались, то есть, тут получается 5 обычных и 5 трофейных. То есть, вечер-ночь это самое наилучшее для трофейного леща. Днём и утром как-то не особо он идёт хорошим. Не, ну, утром ещё может с 5 до 7 утра игрового времени поклевать, а так только вечер и ночь лучше идёт. Потому что вот сколько уже пробую здесь ловить, только почему-то вечер и ночь. Хоть игра, в принципе, приспособлена без разницы, когда какая рыба клюёт, но именно почему-то вот так вот совпадает, может быть, или что-то типа такого. Ну, вот на данный момент у меня вечером и ночью хорошо будет. Сборочку вообще можно использовать килограммов на 7, наверное. Сейчас даже по трофейной попался. Неплохо, неплохо. Ну, в садок соберём такс. Ну, и сборку вообще фидерную, ну, лучше фидер использовать, чем попловок. Фидер гораздо лучше идёт, он быстрее тонет на дно. Кстати, на лучшее лечь берёт, чем в толще воды, допустим, попловком. Конечно же, можно попловок со дна сделать, но он будет долго тонуть. И фидер быстрее тонет, и гораздо из-за этого лучше. Сборочку, ну, лучше использовать, наверное, на семёрочку. Ну, минимально, я имею в виду, семёрка для леща. Остальные, получается... Ну, вот она вот, ожидание клёвого рыбы снижено на 15%. Высокая скорость погружения наживки. То есть, погружается очень быстро. Ну, и, по сути, 7 килограммов – это самое минимальное. То есть, меньше фидера нельзя брать, потому что лещи всё-таки 6-килограммовые, по-моему, максимально они здесь в игре. То есть, тем меньше уже не особо будет. Ну, и на 7 килограммов, по сути, он будет... Чем плохо, тем то, что долго вываживать тоже будете. Ну, стоимость сборки, да, не такая уж и дорогая. Тысяча на 10, наверное, выходит. Даже этого меньше на 9, наверное. Ну, а остальные уже идут лучше и лучше, в принципе. Вот у меня на 75 килограммов, в принципе, идёт нормально. И лещ хорошо идёт. И никаких минусов для этой сборочки нет. Ну, в принципе, ребятки, всё на этом. Я вам показал, как поймать лещи обыкновенного без прилова. С вами был Дэн Хай. Всем пока-пока и удачной рыбалки.